Ладно, давайте начинать. Все, кто подойдёт, тот подойдёт, кто не подойдёт, сами виноваты. Ну что, финансовая независимость, да, то есть денег стало столько, что это больше не беспокоит. Вот это примерно таким образом выглядит, да. То есть денег более чем достаточно. Соответственно, ценностный обмен от вас в предыдущий период времени был более чем достаточный. То есть было столько создано, так организовано это, да, вы стали настолько полезны для других людей, что поступило столько денег и продолжает поступать, что уже можно не переживать на эту тему. Можно уже выдохнуть, да, подняться с нижних уровней пирамиды Маслоу и спокойно жить, да. Да, холодильник всегда наполнен, да, все потребности удовлетворены. Я думаю, что такая история интересует многих людей, многие бы хотели вообще не париться на эту тему. Но многие люди не понимают вот каких-то моментов, о которых мы сегодня с вами вместе поговорим. Вот, и вы знаете, вот почему я решил провести эту трансляцию? Я сейчас много смотрю Ютуба, я смотрю, что происходит в Ютубе, и вы знаете, что я вижу? Я вижу просто невероятную конкуренцию. Это первое, с чего я хотел начать, и это будет сквозить всю сегодняшнюю трансляцию, что современный мир полон конкуренции. То есть тот же самый вот Ютуб, если взять как явление, сейчас все туда хотят попасть, да, каждый делает свой канал, каждый что-то выкладывает, но получается очень у немногих. То есть очень высокая конкуренция в каждой области. Даже если мы возьмем найм, да, нанимают, ну вот для того, чтобы нанять какого-то человека, да, очень высокая конкуренция на каждое место. Давайте посмотрим, кто в этой конкуренции сегодня выигрывает. То есть понятно, что вы хотите что-то вносить в этот рынок, да, вы хотите создавать какую-то ценность, вы хотите получать в обмен ценность в виде денег. Но кто в этой конкуренции, с вашей точки зрения, сегодня имеет огромное преимущество? То есть кто эти люди, которые выигрывают в этой конкурентной борьбе? И кто вообще, кто зарабатывает больше всего? Вот даже если взять найм. То есть кто эти люди, которые зарабатывают больше всего денег? Почему им платят эти деньги? Почему именно им платят? То есть когда вы хотите получать эти деньги, вам надо понимать, почему вам должны эти деньги платить, за что их платят. Напишите ваши версии в комментариях. Ну то есть мне, по идее, да, для того, чтобы получать деньги, мне же нужно себя продать. А что, за что меня купят? За что меня купят, вот, например, в найме, как специалиста? Ну и во всех остальных областях тоже, и как предпринимателя, и как бизнесмена. За что меня люди будут покупать? За что мне будут платить деньги? Те, которые занимаются творчеством, не работая, самореализация. Ну то есть мне будут платить за творчество моё? Ты уверена, Людмила, в этом, что просто за моё творчество кто-то мне будет платить деньги? Или это какое-то особенное должно быть творчество? Привет, да. За профессионализм, совершенно верно. То есть мне платят, вот особенно если я нанимаюсь кому-то, за профессионализм. Отлично. А что в себя включает профессионализм? Кто такой профессионал? То есть если, соответственно, если я хочу зарабатывать достаточно и даже больше, чем достаточно денег, мне нужно быть профессионалом в какой-то области. Чем ниже мой уровень профессионализма, тем менее я востребован на рынке. Потому что всем нужны люди, которые умеют хорошо что-то делать. Вот что нужно наймодателю, да, ему нужен всегда сотрудник. Какой ему нужен сотрудник? Вот давайте посмотрим даже найм. Кто нанимается в первую очередь? Кто выигрывает конкурентную борьбу? Кто эти люди? Он однозначно, ну, в первую очередь должен уметь делать то, что он делает. Но это не самое главное качество. Какими качествами он ещё должен обладать? То есть для того, чтобы попасть куда-то и удержаться на каком-то посту. То есть быть хорошей трудовой единицей. Какими качествами ему нужно обладать? Напишите, пожалуйста. То есть понятно, что я должен вносить ценность в эту компанию. То есть я должен быть профессионалом, должен уметь хорошо делать то, за что мне платят деньги. Но что ещё кроме этого? Что ещё? То есть за что вам платит и за что вас ценит руководитель? Кроме ваших профессиональных навыков. Ну это же очевидные вещи. Кроме того, что вы работаете и вносите какую-то ценность, там же что-то ещё должно быть. Активный, креативный, широкий кругозор. Вот, Людмила, судя по тому, что ты пишешь, я подозреваю, что ты зарабатываешь небольшие деньги где-то. У тебя, скорее всего, финансовые трудности. Судя по тому, что ты пишешь. Потому что ты упускаешь очень важные моменты, которые очевидны. Вот для любого профессионального наимодателя это очевидно. Значит, смотрите. Можно быть, например, классным профессионалом, но можно быть как человеком говно. Понимаете? Вот у меня были такие кейсы в бизнесе. Я нанимаю человека, он как специалист отличный. Он хорошо делает свою работу, но он как человек гнилой. Понимаете? Он как человек гнилой. Это проявляется в коммуникации. Это проявляется в его отношении к деньгам, скажем. То есть он слишком замотивирован деньгами. Он слишком всё через деньги воспринимает. То есть через какое-то время он начинает тебя предавать где-то. Вот ты ему не заплатил деньги. Ну, не знаю, вот была какая-то ситуация. Там он недополучил какую-то выгоду финансовую. И он проявляет свою сторону, что он гнилой. Понимаете? Поэтому кроме профессиональных навыков, что здесь важно? Здесь важно уровень ответственности. Вот первое. Запишите себе где-то уровень ответственности. Насколько вы способны брать ответственность за какую-то задачу и доводить её до результата. Это ценит каждый наймодатель. То есть насколько тебе можно делегировать эту задачу и не волноваться. Ты сделаешь. Вот мы обсудили с тобой дедлайн, договорились. И я точно знаю, что на тебя можно положиться. Ты будешь это хорошо делать. У тебя есть ответственность. Вот это ценится крайне высоко. Второе качество. Честность. Насколько ты честный. Насколько ты не будешь хитрить. Насколько ты не будешь выдавать желаемое за действительное. Насколько ты открыто можешь прийти, поговорить и рассказать о реальном положении вещей. То есть честность. Потом. Насколько ты в целом как человек приятный. То есть с тобой насколько приятно общаться. Насколько ты можешь быть конгруентный, ну вот есть такое слово, то есть насколько с тобой приятно иметь дела, насколько ты приятный в общении человек. Эти же качества важны? Важны. То есть бывает такое, что даже человек профессионально не дотягивает где-то, именно по уровню навыков пока не дотягивает. Но он ответственный, он конгруентный, и он общительный, и он честный. То есть на этого человека можно положиться. И видно по нему, он способный, он хочет развиваться. Если такой человек придёт, и если он по этим качествам себя проявляет очень хорошо, то его недопрофессионализм где-то ему простят, его возьмут и обучат. Его допрокачают по профессиональным навыкам, но ценится, поймите, ценится везде ваши человеческие качества. То есть ваше состояние, насколько вы этически честны, насколько вы обладаете сильной энергетикой, потенциалом, вот этим вот желанием, огнём, желанием брать и делать, насколько вы ответственны, насколько вы можете доводить вещи до хорошего состояния. Вот это крайне сильно ценится. Поэтому, соответственно, если вы хотите быть на высоком уровне конкуренции, то вам нужно прокачивать эти качества. То есть если вы безответственны, нужно прокачивать ответственность. То есть умение подписываться под что-то и доводить это до нужного состояния. Если вы не общительны, вам нужно прокачивать это качество, больше общаться, учиться, лучше коммуницировать с людьми. Если вы не честны, если у вас есть вот эти тенденции хапануть где-то и не отдать, или где-то врать, тоже нужно это всё из себя постепенно убирать. Понимаете? Поэтому вот я ещё 10 лет назад вот понял эту вещь, что если человек бедный, если он получает сейчас мало денег, это не случайность, это именно то, сколько он реально стоит. То есть каждый человек всегда получает именно ту сумму денег, которую он сейчас по навыкам, по уровню честности, по уровню мотивации, по энергетике, по ответственности, сколько он реально стоит. Поэтому рынок обычно всегда людей оценивает адекватно в той или иной степени. То есть тебе платят столько, сколько ты реально можешь вносить вот этой честности, ответственности, мотивации, внутренней огня, профессионализма. Даже чиновники-коррупционеры, ну они же воруют, правильно? Там же вне этика, там совершенно другая тема. Понимаешь, мы не рассматриваем вот эти вне этичные темы. Где обмануть, где хапануть, где взять. Потому что это всё имеет обратную сторону. Понимаешь, мы рассматриваем сейчас, как это работает в честном варианте. То есть вот как делается бизнес и как работают бизнесы честно. Мы не рассматриваем нечестные варианты. Потому что нечестные варианты все ведут в нисходящую спираль деградации. То есть он может быть по деньгам выигрывает, но где-то по другим вещам он будет проигрывать. Потому что если ты что-то воруешь, вот чиновник, например, да, он работает и он где-то ворует деньги. Он не может себя спокойно чувствовать больше. То есть он знает, что его есть за что поймать. И он будет где-то находиться в беспокойстве, в страхе за то, что его рано или поздно посадят. Понимаете? То есть ты, когда делаешь что-то нечестно, ты понимаешь где-то внутренне, что тебя могут поймать за жопу. И в конечном итоге эта история закончится печально. Поэтому я и обратил внимание, что честность человека – это его конкурентное преимущество. То есть насколько вы честны сами с собой и с другими людьми, насколько вы действуете по закону, насколько вы все делаете чисто, как бы не хитрите – это ваше конкурентное преимущество. Потому что таких людей очень ценят. Но здесь есть второй важный аспект. Честность означает, что ты сам честно играешь, но и вторая сторона – ты не позволяешь обманывать себя никому. Понимаешь? Это вторая сторона честности. Если кто-то с тобой начинает хитрить, ты в эти нечестные сделки не играешь, ты их не поддерживаешь. Вот что значит быть честным. То есть ты сам не врешь и не обманываешь, и не позволяешь, чтобы тебя кто-то обманывал. Как только тебе начинают лапшу на уши вешать, обещать что-то, ты понимаешь, это развод. Это развод. Все должно подтверждаться реальными фактами. Сделка должна быть всегда честной. Если я нанялся, если мне обещают определенную сумму зарплаты, оговорили со мной условия, на которых я получаю эту зарплату, если я реально делаю все это именно так, как мы договорились, а мне не платят деньги – это значит нечестная сделка. То есть меня обманывают. И я сразу не играю в это. То есть я сразу прихожу и обсуждаю это. И я не жду, как многие люди, они типа начинают играть в эти странные игры, верить просто на слово. Гореть делом надо обязательно, конечно. Если ты не горишь делом, ну кому ты нужен? Если у тебя нет внутренней мотивации, и ты все время привык работать на каких-то пинках, которые к тебе приходят извне, ну ты никому не нужен. Понимаешь, неинтересно ни одному наймодателю тебя все время запинывать в результаты. Это неинтересно абсолютно. Каждый наймодатель хочет взять ответственного человека. Ну это если мы найм рассматриваем. Тем более в бизнесе. Если ты в бизнес пошел, если у тебя нет внутренней мотивации, которая и тебя движет, твое намерение, твои цели, и ты еще и других зажигаешь и движешь, если этого нет, тебе в бизнесе нечего делать. Но мы еще сейчас вернемся к этому. А в социуме есть развод на жизненную энергию. Нет, нет, это не так. Социум — это игра. Это коллективная игра. Там есть честные игры, там есть нечестные игры, там есть честные игроки, там есть нечестные игроки. Если ты прокачиваешь свое понимание, как эта игра устроена, если ты развиваешься, то ты все лучше понимаешь, как социум устроен, и, соответственно, у тебя появляются социальные лифты. Ты можешь подниматься. Ты можешь подниматься по качеству игры. Понимаешь? Когда ты поднимаешься как игрок, то ты поднимаешься и в социальном смысле. То есть на самом деле прогресс в деньгах — это прогресс в способности играть в те игры по тем правилам, которые существуют. Но играть на совершенно каком-то отличном, высоко конкурентном уровне, чем остальные люди. То есть пока остальные занимаются хренью какой-то, то ты занимаешься делом. Сейчас я вам, ну я здесь составил список небольшой, подсказочек по трансляции. Так вот, смотрите, за счет чего вы можете быть сегодня конкурентны на рынке. Давайте обобщим это, подытожим. Первое — ваши навыки. То есть навыки — это то, что ценится на рынке. Навыки. Что вы конкретно умеете делать? Что вы конкретно умеете доводить до результата? Это вещь, которую нужно всю жизнь прокачивать. То есть если вы хотите получать деньги, хотите обрести финансовую независимость, это невозможно, если у вас нету навыков создавать какую-то ценность на очень хорошем, высоко конкурентном уровне для рынка потребителей. То есть навыки — это самая важная вещь. Вот запишите это себе где-то. Нужно постоянно учиться, нужно постоянно прокачивать свои навыки. Профессиональные навыки, навыки управления, управление собой, управление другими. Навыки везде нужны. Навыки нужны в путешествиях, навыки нужны в общении. Везде всему этому нужно учиться. Мы, когда рождаемся, мы словно голый потенциал. То есть мы ничего не умеем сначала. У нас есть какие-то рефлексы, функции, которые вложены. Мы можем дышать, мы можем воспринимать. То есть у нас как чистый лист, и всё остальное зависит от того, насколько мы начинаем развиваться. То есть если мы развиваем навык ходьбы, то мы научимся ходить и ходим. Если мы не будем это развивать, то мы не будем ходить, мы будем ползать. И такие примеры есть. Людей, которые попадали в лес, вы же знаете, эти маугли, и они не ходят, они ползают. То есть чтобы научиться ходить, нужны примеры какие-то, ты видишь, а они ходят, до тебя доходят, что ты можешь так же. И ты постепенно начинаешь учиться и обретаешь этот навык ходьбы. Всё то же самое. Говорить. Ты сначала не умеешь говорить, ты ничего не понимаешь. Ты потом постепенно начинаешь вникать, вот как это, то есть тебе мама, папа говорят какие-то вещи, ты начинаешь связывать эти звуки, учишься их воспроизводить и связывать с предметами. То есть таким образом развивается твоя речь. И вот этот понятийный аппарат мыслительный, образный, словесный, у тебя постепенно это начинает развиваться. Но вы же знаете, да, что многие люди в какой-то момент не хотят учиться. То есть в какой-то момент что-то там происходит, какие-то психотравмы, ещё что-то подавили, отбили желание, да, или что-то человек не понял, ему никто это не объяснил, и он прекращает учиться. Вот когда вы прекращаете учиться, вы прекращаете приобретать конкурентные преимущества в игре. Понимаете? Поэтому навыки это очень важно. Ответственность, да, ответственность тоже. Ребёнок достаточно безответственный. То есть ребёнок сначала вообще безответственный, он вообще ни за что не может нести ответственность. Его кормят сисей, да, там его поят, и за ним какашки убирают, то есть он сам ничего не делает. Но по мере своего возрастания, да, роста, он учится принимать ответственность за туалет, за приём пищи, да, за какие-то моменты. Вот чем больше вы растёте в своей ответственности, то есть чем за большее количество областей вы можете нести ответственность и брать причинность в этих областях, тем, соответственно, поднимается тоже ваш уровень развития и ваше конкурентное преимущество на рынке. То есть все ищут ответственных людей, все ищут честных людей, все хотят работать с ответственными, с честными людьми. Ну что, это не так разве? Но при этом мы видим огромное вопиющее количество безответственности и мы видим огромное количество внеэтики и нечестности. Соответственно, если вы понимаете, что быть честным и быть ответственным это конкурентное преимущество, всё, вы один раз это поняли, вы начинаете это прокачивать. Вы начинаете всё делать честно, честно с собой, честно с другими. Вы начинаете делать ответственность. Вы понимаете, что если вы не возьмёте ответственность за что-то, за вас никто эту ответственность не возьмёт. Или кто-то за вас возьмёт и начнёт вас использовать в своих целях. Понимаете? То есть если у вас низкий уровень ответственности, вас будут использовать в своих целях. И то, если вы будете совсем безответственны, вас будут брать, видеть, что вы безответственны, что вы привираете где-то там, не говорите как есть, и вас будут увольнять, выбрасывать. Потому что никому не нужны безответственные и вруны, понимаете, никому не нужны. Поэтому мы уже имеем три вещи, которые вам нужно прокачивать. Первая вещь – это навыки, постоянно нужно учиться, развиваться. В том деле, которое вы чувствуете, вас зажигает, нужно прокачиваться. И вообще нужно всё время учиться. Вот вопрос к вам, вы всё время учитесь, каждый день вы превращаете информацию в какое-то понимание и в отработку каких-то новых навыков, новых умений. Если вы этим не занимаетесь, ну, словно вы всё время упускаете вот эти конкурентные преимущества. Понимаете? Так, что у нас тут дальше идёт? Способности, да? То есть у каждого человека есть потенциальные способности. Способность, чем отличается от навыка? Способность – это просто вот некий потенциал к действию. А навык – это уже реализация этой способности, да? То есть нужно видеть, к чему вы способны. То есть есть, например, люди, способные к музыке, а есть люди, не способные к музыке. То есть у них нет этой способности. То есть они могут пытаться этим заниматься, но словно вот их внутренняя суть не даёт на это энергию, то есть не даёт добро на это. То есть, как говорится, душа не тянется к этому. То есть нету способности. Вам нужно обнаружить ваши способности. То есть вам нужно обнаружить, к чему у вас есть способности. И нужно их всё время развивать, 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 прокачивать в навыки превращать. Да? Брать за это ответственность. То есть если вы чувствуете, что у вас даже чуть-чуть есть к чему-то способность, всё, нужно за это хвататься и развивать, несмотря на препятствия, превращать это в навыки. То есть любую способность, которую вы за собой подмечаете, нужно развивать и превращать в вашу сильную сторону. То есть вот эти все способности, они должны быть раскрыты. Способность коммуницировать, способность брать ответственность. Это же тоже всё способности, да? Способность доводить дела до результата, способность зарабатывать деньги. Это тоже способность, которая приобретается, да? То есть это всё способности. Вы являетесь тем, кто является чистым потенциалом. Вот у вас исходно есть множество-множество способностей, но они в нуле. Если вы за это не возьмёте ответственность и не начнёте их постоянно развивать, они просто не раскроются. Понимаете? То есть вот человек такое интересное явление, что он рождён как чистый потенциал. Если он сам за себя не берёт ответственность и не раскрывает этот потенциал, то за него это никто не сделает. Поэтому кто такие успешные финансово-независимые люди? Это люди, которые поняли, что за меня это никто не сделает. То есть за меня мою способность быть ответственным никто не прокачает. За меня мою способность быть коммуникативным никто не прокачает. За меня мои комплексы никто не преодолеет. За меня мои навыки никто не наработает в той области, где у меня есть способности. я только я могу взять за это ответственность мне просто нужно это понять один раз что фактически в своем неразвитом состоянии да не нужен я никому в этой игре нужны интересные способные ответственные честные игроки понимаете вот на них огромный спрос вам это нужно однажды понять вот эту трансляцию однажды нужно понять окончательно финально как бы и больше к этому не возвращаться вот просто остановиться на этом все я принимаю ответственность за раскрытие своих способностей я каждый день вкладываю свою энергию в то что я развиваю свои навыки свою ответственность свою честность вот этот кто к чему у меня тянется мое утро да я постоянно беру и делаю развиваясь в этом так двигаемся дальше ну и понятно да что на самом деле как мы развиваемся как мы развиваемся что нас развивает нас развивает обучение обучение прокачка то есть мы развиваемся когда мы обучаемся соответственно вот этой его теме обучение нужно уделять огромное значение если вы хотите стать финансово независимым человеком если вы не будете постоянно учиться постоянно читать постоянно вычленять что-то полезное и постоянно не будете превращать это в навыки то соответственно у вас не получится ничего финансов в финансовом смысле не надо надеяться на русский авось не надо не надеяться ни на какое везение ни в коем случае не надо надеяться удача сопутствует сильным понимаете и способным то есть если вы все время обучаетесь если вы все время развиваетесь то увидите что вас начинает эта игра поддерживать вдруг возникает какие-то способ возможности да как бы возможности вдруг возникает кому они больше всего открывается то есть кому открывается больше всего возможности в этом социуме вот пожалуйста напишите верь в бога и будь искренним сам собой не верь ни во что не верь ни в коем случае ни во что не верь я тебя прошу ни во что не верь только верь в себя верь в себя в то что ты можешь не надо надеяться что кто-то тебе будет помогать тебе начнут помогать когда ты сам себе на чем поможешь не подменяю вот эту помощь самому себе на надежду что тебе помогут какие-то высшие силы не надейся на высшие силы надейся на себя потому что эта сила вот этот потенциал духовный он внутри тебя понимаешь не надо надеяться на какой-то потенциал вовне надейся на свой внутренний потенциал это зерно божественное сидит в тебе она ждет вот она находится в таком состоянии будешь раскрывать давай не будешь ладно понимаешь вот словно это как зерно а прорасти тебе в дерево или нет от тебя зависит по будешь ты заходить в почву благоприятную да и поливать сам себя или нет только от тебя зависит не зависит ни от кого больше ни от чего не зависит чему я учусь я учусь быть все более более ответственным я продолжаю учиться понимаешь потому что вот я сейчас закрыл свой старый бизнес да у меня был такой период я не очень сильно подписывался под ответственность за какие-то области потому что у меня было такое состояние я мог не переживать в каком-то смысле не мог не переживать например когда уже есть капитал ты можешь не сильно переживать по поводу творческого своего развития какого-то да по поводу своего дела у тебя уже есть деньги ты можешь не париться на эту тему да вот это преимущество когда ты становишься финансово независимым ты можешь в принципе отпускать какие-то области на какой-то период и не париться на эту тему но к через какое-то время все-таки я вижу что если я не буду продолжать играть да то есть я могу выйти из игры и если они продолжу играть в новые игры не интересно жить поэтому я опять начинаю брать за это ответственность да я опять продолжать всю жизнь мы учимся играть здесь больше нечего делать жизнь эта игра понимаешь поэтому мы всю жизнь учимся как играть лучше 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 как прогрессировать в игре потому что как только нет интересных игр все жить не прикольно жить не интересно то Как только у нас нет интересной игры в семейном плане, всё, неприкольно уже становится. Как только нет творческого какого-то раскрытия, нет творческой интересной игры, где раскрываются наши творческие способности, неприкольно, надоедает. Жизнь становится однообразной, неинтересной, незаполненной. То есть игровое пространство перестает быть заполненным. Поэтому нужно понять это, что жизнь – это игра, и нужно взять за это ответственность. Что нужно наполнять эту игру интересным, чем-то интересным. Но жертвенность – это что? Жертвенность – это и есть безответственность. То есть где-то я себя чувствую следствием, а не причиной. Кто-то меня как-то там давит. Таким образом, я сейчас говорил, что нужно учиться, постоянно учиться, постоянно, каждый день уделять. Ну или не каждый день, во всяком случае, в неделю уделять достаточно много времени собственному обучению. И не просто запоминать. Вот вам важно понять, что вас в школе учили запоминать информацию. Не надо запоминать информацию. Нужно информацию понимать, доводить до ясности понимания и внедрять, превращая в навыки. Вот это обучение. Так, потом следующая важная вещь для финансовой независимости. Видеть рынок. Это тоже вот большая беда у людей. Они не видят рынок, они додумывают рынок. То есть это то, с чем я сталкиваюсь часто, что люди не хотят смотреть на тенденции, не хотят видеть тренды, не хотят видеть, что происходит. И вот вместо того, чтобы исследовать, проводить анализ того, что происходит на рынке, какие есть возможности, куда можно влезть, где можно влезть так, что вот где-то не занято еще. Или где найти наименее конкурентную область, чтобы на ней сосредоточиться. Потому что когда очень высокая, то есть чем выше конкуренция, тем сложнее туда заходить. Понимаете это, да? То есть чем выше конкурентность какой-то ниши, тем вам нужно быть более высоко прокачанным, чтобы туда заходить по навыкам, по ответственности, по ресурсам, по всему. То есть конечно, если вы такой дядька уже очень высокоответственный, честный, прокачанный по навыкам и у вас есть капитал, вы можете куда-то зайти там, где достаточно много конкуренции. И если вы еще как предприниматель сильный, вы можете увидеть все косяки своих конкурентов, можете обработать это и сделать свой бизнес с учетом всех косяков. И у вас есть ресурсы, у вас есть все вот эти навыки, взяли и сделали. Вывели на рынок, в любом случае рискнули, да? Посмотрели, пошло, не пошло. Если не пошло, ну ладно, хрен с ним, не получилось. Закрыли, попробовали еще раз что-то, да? Вот как в бизнесе происходит. То есть запускаем какой-то проект, смотрим как идет. Если идет, если все поднимается, там развивается, отлично, значит делаем этот бизнес. Если стрельнули, а оно не стрельнуло, ну ладно, такое бывает тоже, расстраиваться смысла нет, что-то там потеряли деньги, это нормально. Это в бизнесе совершенно нормальная вещь. Значит не пошло, все, закрываем, продолжаем что-то дальше. То есть постоянные попытки идут, да? То есть войти в какую-то игру, создать какую-то игру, вовлечь других людей, посмотреть, а они как, вовлекаются или не вовлекаются? Идет процесс или не идет? Им интересно или нет? Они получают ценность от этого или нет? Если я как бы что-то запустил, а оно не пошло, это в принципе всегда признак того, что я что-то недоисследовал. То есть если я что-то запустил, и оно не пошло, я что-то недоисследовал, что-то не учел в производстве и в продвижении этой ценности. Все так просто. Или я, ну не знаю, вот как-то, обычно вот мой опыт, если что-то выпускаешь и оно не идет, ты что-то додумал, ты что-то додумал, ты как-то вот придумал за людей, ты сам подумал, что-то додумал, ты посчитал, что это будет круто, а люди тебе сказали, нет, это не круто. То есть, соответственно, ты с этими целевыми людьми, с целевой аудиторией недостаточно общался, недостаточно выяснил, что для них круто. Если ты понимаешь, что для твоей целевой аудитории круто, и просто творчески это создаешь, с каким-то своим пониманием и видением для этих людей, учитывая все недостатки рынка, то должно пойти, обязательно должно пойти. То есть если ты под реальный спрос делаешь, ну а как может не пойти? даётся тому, кто верит в себя. Ну не только верит. Понимаешь, вера в себя, это как бы очень хорошая способность такая, но если ты веришь в себя чисто на уровне мысли, и это не превращается в дела, то есть вера нужна для того, чтобы брать и делать. Знаешь, что типа, ну я верю, что у меня получится, я буду делать, 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 обучаться, совершенствоваться до тех пор, пока у меня не получится. Вот что означает верить в себя. Даже если ты падаешь где-то, поднимаешься и дальше продолжаешь. Опять что-то не получилось, упал, особо не расстраиваешь, веришь в себя, продолжаешь верить в себя, продолжаешь делать. То есть если ты просто веришь в себя и не делаешь постоянно, то это бессмысленно. То есть ты просто имеешь какое-то высокое, раздутое из пальца самомнение. А верить в себя, это верить в свой потенциал. Что ты пришел, у тебя есть потенциал, твоя задача в этой жизни этот потенциал реализовать. Все. У тебя другой задачи нет. Вот у тебя есть некий твой потенциал, твоя задача раскрыть его. И ты делаешь каждый день попытки, подходы, подходы, обучаешься, все делаешь возможное, тотально, делаешь все возможное, чтобы раскрыть этот потенциал. Только когда он раскроется, когда это реализуется, и ты раскроешься по сферам жизни, будешь чувствовать, что у тебя высокие уже достижения по разным сферам жизни, и это подтверждается фактами, тогда ты почувствуешь, что потенциал самореализован. То есть это должно подтвердиться фактами, а не просто самомнением. То есть реальным финансовым положением, реальным количеством людей вокруг тебя, то есть реальным твоим воздействием позитивным на этих людей, на жизни этих людей, твоим состоянием в отношениях, в близких отношениях, в отношениях с людьми. Это все должно быть подтверждено фактами жизни. То есть твое реальное положение через статистики в игре. Вот если ты по статистикам крут, если ты реально производишь какую-то ценность, если твой ценный продукт оказывает огромную пользу для жизни, ну все, ты раскрылся. Вот именно творческий, значит, человек раскрылся. Но опять же, это никогда не финализируется. Если ты отпустишь, вот ты такой крутой, да, и отпустишь, начнешь опять проседать. Проседать как бы... То есть всю жизнь мы продолжаем играть. То есть если вас интересует, типа вот я поиграю, поиграю, а потом не буду играть, то, ну фактически отказ от игры — это смерть. Понимаете? То есть если вы отказываетесь от того, чтобы продолжать играть, вы подписываете свой смертный приговор. То есть вы начнете опускаться, сливаться, превращаться во что-то инертное, неподвижное, расслабляться до стадии деградации. То есть это деградация. Понимаете? Либо есть развитие, либо деградация. Либо ты всю жизнь развиваешься и кайфуешь от этого, либо ты деградируешь и вообще... Либо ты вообще не развил свой потенциал. Это печально. Это печально. То есть ты живёшь на низком уровне развития. На низком уровне развития своего потенциала. Так, двигаемся дальше. Да, вот как бы мы немножко отвлеклись. Самое важное — это стать очень наблюдательным к тому, что происходит. Нужно развивать в себе способность не додумывать, а осознавать вот эти все реальные тенденции, метрики, спрос, исследование рынка, да, исследование... Вот даже ты устраиваешься на работу, ты устроился на работу куда-то. Тебе же надо исследовать, что это за коллектив, да, какие здесь у них важные метрики, как они оценивают тебя там или других, да, тебе нужно всё это понять. И для того, чтобы прогрессировать здесь, да, тебе нужно вычленить, что здесь ценится, на что здесь есть спрос, и давать это. То есть и создавать именно то, что они ценят. Если ты создаёшь именно то, за что ценят здесь тебя, то ты будешь прогрессировать, у тебя будет карьерный рост внутри организации. А ценят всегда вот эти вот вещи — ответственность, искренность, честность, да. Ну, правда, не во всех компаниях. Есть такие хитрые компании. Но если ты видишь, что, например, среда агрессивная, то есть ты заходишь в какую-то игру, и ты видишь, там какая-то нечестная игра, тебя пытаются подавить, обесценить, как-то тебя, как-то некрасиво с тобой поступают, то там не надо оставаться просто. Если ты видишь, что это нечестная игра, тебе нужно уходить оттуда, искать честную игру. Искать игру, где ты честно можешь раскрыть свой потенциал. Потому что если ты заходишь в какую-то компанию, там не заинтересованы в твоей прогрессии в твоем развитии в каких-то вот этих вещах что ты можешь честно работать ответственно и не прогрессировать в компании а зачем тебе здесь работать зачем ты зарабатываешь деньги там где у тебя нет развития у тебя нет возможности раскрыть твои способности нет смысла заходить туда но есть много компаний большинство которые как раз хотят тебя поймать и использовать в своих целях твоя задача не допускать чтобы тебя использовали в своих целях то есть в их целях против твоих а твои цели всегда это развитие то есть твоя твоя цель это развитие и чем сильнее ты развиваешься тем ближе ты к финансовой независимости то есть финансовая независимость это признак развития ты очень стал прокачанный развитые умеешь делать хорошо что-то за что тебе платят эти деньги ну и следующий вот момент главное твое достоинство это уникальность то есть здесь подключается такой момент что тебе нужно быть не таким как все то есть чем более ты такой же один из всех тем ниже твой чек то есть если ты например умеешь убирать туалеты то ты будешь очень мало зарабатывать потому что практически каждый может убирать туалеты то есть технически каждый это может делать по уровню способностей но например быть директором предприятия может очень очень небольшое количество людей обладает нужным уровнем ответственности нужным уровнем навыков способностей опыта очень мало людей поэтому соответственно директор предприятия имеет огромный чек по сравнению с тем кто моет туалеты поэтому тебе нужно прокачивать свою уникальность и свои способности быть не таким как все то есть иметь конкурентное преимущество и чем больше ты один из всех чем менее ты выделяешься на общем фоне тем менее ты интересен другим людям поэтому тебе нужно прокачивать свою уникальность вот ошибка типичная многих людей они хотят повторять за кем-то просто то есть хотят как-то мимикрировать хотят быть как кто-то да это не работает это не работает у тебя должна быть в вещи от которая в копирайтинге называется у т.п. уникальная торговая позиция уникальное торговое предложение на рынке то есть ты должен на рынок что-то предлагать такое что либо очень мало кто предлагает либо вообще их не предлагает никто но сейчас вообще предлагать что-то такое что вообще никто не предлагает практически нереально поэтому тебе нужно предлагать то что ты предлагаешь в таком качестве на таком уровне в такой форме как никто другой это не делает понимаете вот если вы это можете значит к вам люди будут идти к вам будут тянуться люди и вас будут ну что ли дифференцировать отличать от остальных если вы такой как остальные если вы пытаетесь быть как кто-то копировать подражать мимикрировать то вы будете просто еще один из многих и все а если вы один из многих это неинтересно то есть интересует уникумы да то есть люди которые как-то уникально смотрят на что-то и уникально транслирует себя да но в то же время не надо быть гик а то есть таким уникальным который совершенно какой-то там вот в своей теме и его уникальность непонятно другим людям то есть должна быть понятная уникальность понятная уникальность строится на общих ценностях то есть какие-то общие ценности которые общей какой-то интерес до в игре который понятен каждому человеку например деньги до деньги вот я заметил что много Многие ходят ко мне в консультирование не потому, что я такой весь духовно продвинутый. Не потому, что у меня есть какие-то способности. А потому, что помнят, что я финансово не на дне. То есть я финансово независимый человек. И ко мне интересно прийти и узнать мой опыт, как у меня получилось. То есть есть какие-то вещи, которые интересны практически. То есть со мной кто-то общается. Почему интересно общаться? Потому что у тебя же получилось, ты как-то это смог сделать. да значит ты понимаешь какие-то вещи по поводу игры по поводу того как в этой игре выделиться создать какую-то ценность транслировать эту ценность привлечь много людей и продать им это да соответственно приходят люди и с этой точки зрения постоянно там задают какие-то вопросы там может интервью записать или еще что то то есть ты ценен потому что у тебя есть какое-то положение в социуме и в игре если ты с точки зрения социума 0 но словно вот никому не интересно то есть я вот знаете я же закрываю сейчас свой этот проект но у секрет про почему я его закрываю потому что я вот попробовал именно транслировать такую духовность чистую знаете то есть вот такая духовность какие-то духовные вещи которые я понял в ходе жизни не интересно то есть людям чистая духовность отвязанная от материального мира от решения их реальных вопросов в жизни вот я понял не интересно поэтому проект закрывается ну вот как бы я думал что это опять же додумывал да что это будет в спросе а вижу фактически это никого не интересует то есть духовность как некое явление отвязанная от взаимосвязи с игрой и взаимосвязи с какими-то вещами свойственными социуму и игре они интересно никому абсолютно поэтому было это осознанно понято в какой-то момент и все я как бы понимаю что интересует четкая связь связь как духовное состояние да как состояние энергетики как состояние внутренние влиять на внешние вот это интересует людей и как внешне влияет на внутренние так хорошо двигаемся дальше ага и вот сейчас как раз пункт связанные с тем что я проговорил то есть на самом деле других людей интересует развитый интеллект высокая энергетика сильная интуиция но это вот ваши базовые конкурентные преимущества да то есть если у вас развитый интеллект это ваше огромное конкурентное преимущество то есть если вы не тупите да если у вас подвижный разум это просто нереальное конкурентные преимущества потому что большинство людей к сожалению находится в очень плохом состоянии интеллекта то есть у них айкью низкий и они его не развивают то есть считается что нельзя развить там коэффициент интеллекта это ложь это коэффициент интеллекта развивается то есть если вы постоянно прокачиваете свой интеллект тренируете он постепенно поднимается да то есть развитый интеллект преимущество преимущество высокая энергетика то есть вы постоянно что-то делаете для того чтобы находиться в тонусе это преимущество преимущество потому что для того чтобы что-то делать нужна энергия понимаете для того чтобы быть замотивированным нужно быть в хорошем энергетическом состоянии то есть секрет высокой мотивации просто быть в хорошем энергетическом состоянии тоже когда у тебя много энергии ты не можешь сидеть на месте те постоянно что-то хочется делать и тебе уже просто нужно найти фокус разумный фокус применения этой энергии так потом вот сильная интуиция да то есть сильная интуиция тоже очень важная способность и она прокачивается тоже вам нужно понимать что интуирование она словно находится сначала в зачаточном состоянии но если вы прислушиваетесь да к своей вот этой что ли реакции на людей реакции на какие-то обстоятельства жизни синергично или не сессии энергично где-то откликается глубоко или не откликается да то есть вы можете просто благодаря интуированию избежать огромного количества ненужных сложностей проблем но это это тоже нужно развивать то есть это развивается по у по мере роста вашей осознанности дату то есть если вы прокачиваете свою чувствительность то есть вот словно все время прокачиваете способность смотреть не на слова не на обещание она реальность вот вот это прокачивает интуицию то есть вы учитесь смотреть на реальные метрики на уровень энергетики другого человека например да на его ценности на его поведение то есть вы не слушаете что он говорит смотрите не на него обещание не на его слова а смотрите на реального человека чувствуете реального человека вот он как вот как реальный человек как какое-то проявление энергии энергетики до проявления ответственности проявления навыков то есть вам нужно смотреть все время научным способом таким вот на факты да вот как ученые они смотрят только реальные факты то есть как можно изучить факты вот через это развивается и интуиция то есть если ты видишь факты в тебе вот запускается этот некий процесс понимание вот как блин интуиции тут какое-то такое немыслительное понимание немыслительное понимание кто перед тобой что перед тобой что на рынке сейчас то есть интуиция как развивается рыночная интуиция то есть ты давно занимаешься бизнесом если понимаешь как оценивать рынок какие на какие метрики обращать внимание если долго этим занимаешься то через какой-то момент ты собственно не то чтобы их отдельно вычленяешь садишься и оцениваешь ты же уже интуитивно понимаешь пойдет или не пойдет вот ты как-то общую сумму этих метрик ты уже интуитивно начинаешь чувствовать то есть когда тебе предлагают какой-то проекта под инвестиции вот кстати у меня на днях было это у меня опять опять предложили вложить деньги да в какой-то проект я захожу на сайт я начинаю читать и вот мне я интуитивно чувствую мне не откликается вот я я потом уже начинаю самообъяснять себе рационально почему не откликается сначала вот я вижу что-то не откликается вот не моё а потом я уже начинаю рационально понимать почему не моё потому что мини мне сразу вот я не зашел меня сразу не зацепило вот уникальное торговое предложение как это написано как-то сделано меня не зацепило то есть они я для себя конкретно не увидел никакой ценности то есть мне не продали да то есть я зашел на сайт проекта мне не продали мне не продали я должен вкладывать деньги в то что мне не не продали как бы что мне не откликается понимаете поэтому сразу нет и я понимаю что мне не надо как бы поддаваться на дополнительные какие-то слова которые мне сейчас начнут рассказывать по поводу этого проекта а я сразу вижу нет смысла сюда заходить потому что мне сразу не откликнулась то есть мое глубокая не дала добро на это то есть моя глубокая разумность вот как бы мой глубокий уровень не дал добро еще там лет 10 назад я бы начал просто рационально смотреть на этот проект а сейчас уже прокачана эта способность поэтому вот эта способность она тоже развивается потом проницательность да вот это вот кстати вот я написал себя я уже видите я уже все вам объяснил то есть проницательность способность видеть как есть вот это способность у большинства людей абсолютно деградирована они не видят как есть они все время интерпретируют и подменяют реальность какими-то домыслами то есть они размышляют о чем-то они видят как есть то есть вместо того чтобы пойти и понять это мне подходит или нет они начинают размышлять об этом вот это вот страшная беда большинства людей то есть они поэтому не предпринимателей потому что они вместо того чтобы брать и делать идти проверять смотреть чупать трогать получать опыт они начинают все это осмысливать додумывать размышлять своими шаблонами своими ограничивающими убеждениями пытаться смотреть на новую область ну конечно там ничего не увидишь ты не видишь как есть ты додумаешь своими привычными мыслями что там может быть нужно научиться откладывать это додумывание и включать проницательность то есть проницать осознавать вот это осознавать идти осознавать что там разбираться трогать это щупать интуировать как бы заходить понимаете взаимодействовать играть вот для того чтобы понять пойдет игра или нет нужно конечно и оценить определенным образом вообще как это интересно и неинтересно есть потенциал или нету но потом нужно зайти туда нужно зайти туда и пощупать это вот чем многие люди не занимаются во первых они оценивают используя какие-то кривые кривую логику свою ограничивающие убеждения и поэтому блокируется все это во вторых они и не заходят даже туда и не пробуют и вот еще одна вещь которую нужно прокачивать это концентрация сила концентрации намерения потому что на чем многие сливаются и почему часто вот это проявляется безответственность что люди не умеют концентрироваться то есть зашел куда-то вроде перла вроде нравилось было интересно начал пробовать потом слился то есть не нет концентрации довести это до какого-то состояния выше критического до какого-то нормального состояния довести и посмотреть пойдет не пойдет то есть люди что-то пробуют пару подходов 3 подхода и сливаются тоже безответственность какая то есть не хотят взять ответственность на какой-то период за какую-то область давить довести до определенного состояния вот я вам в принципе описал почему люди финансово зависимые да потому что они не прокачаны и вот давайте подытожим то есть какой финал этого всего они не прокачаны они не хотят взять ответственность за свою прокачку сама прокачку они вот надеяться на бога надеяться на счастливый случай надеяться на то что сама как-то все случится вот этот русь русский авось да на самотек надеяться на самотек или все время размышляют все время откладывают да ну вот да мне моя работа не очень подходит я здесь не очень развиваюсь но я сейчас вот здесь какую-то денежку зарабатываю я буду размышлять сколько моих консультаций заканчивается словами хорошо макс спасибо за то что ты мне сказал я подумаю я подумаю над твоими словами ребят ну сколько можно думать то сколько вы будете еще думать посмотрите на реальное положение вещей вашей жизни что тут думать нужно адекватно оценить каково положение вещей в разных сферах и нужно себе признаться что по каким-то сферам я не прокачен у меня плохая ответственность да я там меня просто провал по многим областям и я никому не нужен то есть вам нужно понять что я никому не нужен кроме себя самого когда я сам себе нужен вдруг я начинаю быть нужен очень многим людям то есть когда я сам себе нужен я сам себя люблю я сам себя верю когда я сам себя постоянно обучаю прокачиваю развиваю свойства свои способности беру ответственность по разным областям и все время прикладываю осознанные усилия для того чтобы развиваться через какое-то время вдруг я становлюсь всем интересным я становлюсь интересным игроком со мной интересно играть я могу чем-то поделиться я уже развился да я могу поделиться тем что я умею делать я могу что-то создать интересное для других игроков до для других людей то есть я могу оказывается в какой-то момент создать какую-то интересную игру не только для себя но и для других людей и я могу управлять этой игрой а когда я такой не развит и когда я весь малоспособный у меня ну чуть-чуть где-то там развита чуть-чуть то фактически меня приглашают в какие-то чужие игры, и я всё время работаю на кого-то и делаю какие-то там простые вот эти операции, часто не требующие от меня какого-то высокого интеллекта, высокого уровня ответственности, высокой интуиции какой-то. Вот от меня часто не требуется, я просто делаю какие-то вещи, которые очень многие люди могут делать. И поэтому я всё время нахожусь вот в таком, с одной стороны переживаю за это рабочее место, меня могут уволить, могут всё что угодно со мной сделать, могут сократить, может компания развалиться. То есть я словно не управляю этим, понимаете? А для того, чтобы управлять своей жизнью, нужно в свои игры играть, нужно создавать свои проекты. Когда ты создаёшь свой проект, тогда ты можешь максимально унести ответственность, если ты ответственный, способный, развиваешься всё время. У тебя есть возможность прогрессировать в этой игре, приглашать туда всё больше людей и, соответственно, всё больше зарабатывать. И всё больше иметь финансовую независимость. Понимаете, это вот так работает. Ну вот так это работает в реальной жизни. Поэтому если вы не развиваетесь, если вы не обучаетесь, если вы не прокачиваетесь, если вы сами не берёте ответственность сами за себя и не понимаете, что вы никому не нужны в том смысле, что пока вы сами себя не любите и сами не нужны, никому не нужны. вот это нужно понять вот финал этой трансляции вы должны стать нужны сами себе ваше саморазвитие должно стать нужно вам не кому-то а вам вам не нужно слушать других в том смысле нужно вам развиваться или нет не нужно слушать чужую критику до чужие эти странные негативные оценки вам нужно иметь просто доказательную базу что вы действительно чего-то стоите понимаете то есть вы словно сами себе должны доказать развиваясь и получая реальные подтверждения вашему уровню развития что вы действительно чего-то стоите когда вы уже поняли это вам уже неважно что праву кто про вас говорит вы уже получили реальную метрику вы же получили реальную поддержку от достаточно широкой группы через голосование то есть они за вас голосуют своими день деньгами понимаете то есть они платят за ту ценность которую вы создаете это лучшее подтверждение тому что вы действительно способный развитый какой-то конструктивный позитивный ответственный если какая-то часть людей вас обесценивает так как вам это не важно у вас есть достаточно высокая самооценка за счет того что за вас голосует своим рублем достаточно широкая группа людей понимаете но этого не случится если вы сами в себя не верите если у вас нету собственного достоинства как бы дату то есть вы все время вместо того чтобы как бы любить себя да и прогрессировать вы себя чморить и то есть вы не верите в себя вы негативно думаете по поводу себя это называется чморить зачмаривать себя то есть обесценивать ментально обесценивать себя свой потенциал свои способности вот если вы этим занимаетесь кончайте этим заниматься без бесполезный процесс нужно только конструктивно мыслить конструктивно мыслить в отношении себя и в отношении жизни и брать и делать искать возможности мыслить конструктивно для конструктивных действий действия нужны для того чтобы смотреть что идет что не идет и доводить это по состояниям до такого момента что пошло это называется успех это и называется успех ну что ж ребята вот это все что я вам хотел сказать почти час получился спасибо что вы были спасибо что дослушали как бы этот момент поймите вот еще раз за ваш успех и за вашу жизнь несет ответственный только один человек ответственность это вы пока вы сами за себя не взяли ответственность другие за вас не будут брать ответственность безответственные люди но вот словно не нужны никому не способны и безответственные не развиты да и то есть вы можете так жить можете находиться на этом уровне но по настоящему интересной жизни не получится в этом будет некой некий вот такой вот процесс вял и текущий процесс существования на этом все спасибо что были давайте до следующей трансляции